МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Джордж Пападопулос, политический советник Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года, независимый консультант по вопросам энергетики и политики при администрации 45-го президента США. Баллотировался в Конгресс на парламентских выборах в 2020 году. Симона Манджанте, итальянский адвокат и журналист, автор ряда резонансных журналистских расследований, была частью скандально известного расследования ФБР о вмешательстве России в выборы и связях Трампа с Россией. Господин Пападопулос, госпожа Манджанте, мы очень рады видеть вас сегодня с нами в Минске. Итак, первый вопрос базовый. Какие у вас впечатления о нашей стране? Что вы уже успели посмотреть, попробовать? Мое первое впечатление – это очень безопасная, чистая и самобытная страна. Было приятно находиться здесь. Я действительно увидела здоровое общество. Здесь можно спокойно дышать, приятные люди. А еще у нас был интересный опыт. Мы окунались в холодную воду на Крещение. Это наша традиция? Абсолютно. Я почувствовала себя сильнее, более здоровой. Вам понравилось? Своего рода чувство полноты сил, духовного просветления, возвышения. Почувствовали себя белорусской? Да, это был первый шаг навстречу Беларуси. Второй – выпить рюмку водки сразу после погружения в холодную воду. Мистер Пападопулос, а вы? Я согласен с большей частью того, что сказала моя жена. С другой стороны, я сам православный христианин, американец греческого происхождения. И для меня очень важно находиться в стране, которая ценит православную церковь и видеть, насколько люди едины вокруг своей веры, своей нации, своей идентичности и своего суверенитета. Я надеюсь, что Соединенные Штаты последуют этому примеру. Я во многом считаю Беларусь моделью того, каким должно быть общество. Потому что раньше Соединенные Штаты были во многом похожи на белорусское общество. Люди заботились о своей семье, работе, муже и жене, детях. Была защита семьи. Центральной была семья. А сейчас в Соединенных Штатах, к сожалению, очень многое изменилось. Суверенитет находится под угрозой. Приграничная ситуация нестабильная. Церковь подвергается нападению. В Соединенных Штатах много идейных повесток, из-за чего я смотрю на свою страну, как на нечто, чего я уже не узнаю. То есть это совсем другая страна, чем была в вашем детстве, да? Совсем другая. И когда я приехал сюда с женой, мы уже второй раз в Беларуси, мы почувствовали себя здесь очень комфортно. Потому что все напоминает мне детство. Тогда США заботились об этих ценностях гораздо больше, чем сейчас. Вы знаете, у нас, белорусского народа и американского народа, есть что-то общее. Например, США всегда верны своим ценностям, верны своим национальным интересам и геополитическим интересам, как и Беларусь. И когда Вашингтон отстаивает свои интересы, они говорят, что несут демократию, свободу слова. А когда Беларусь отстаивает свои взгляды, нам, американцы, говорят, что мы как Мордор из «Властелина колец» — зло. А США — волшебник Гендальф Белый — добро. Почему так? Это же похоже на двойные стандарты. Или нет? Патриотизм важен для любой страны, ведь это любовь к своей стране, своим людям. Это то, что сегодня мы теряем. Наративы демократической партии растворяются то, за что настоящие американцы всегда стояли. Отрицание разных взглядов — это как диктатура, которую нам навязывают в Белом доме. Ведь сегодня в Штатах диктатура политкорректных. Американская демократия сегодня, в 21 веке, в 2024 году. Она вообще существует или нет? Американская демократия. Мое мнение очень особенное, потому что моя карьера началась в Вашингтоне, когда я работал со многими из тех чиновников, которые начали войну в Афганистане, войну в Ираке. Это были чиновники Джорджа Буша-младшего, Джорджа Буша-старшего, чиновники Рональда Рейгана. И это был момент в американской истории, когда мы, американцы и весь мир задавались вопросом, чего могут добиться Соединенные Штаты, бомбя страны. Это так вы экспортируете демократию? Это к тому, что вы спросили о демократии в Америке. Я видел эту особенность внешней политики Соединенных Штатов и много лет работал именно с теми людьми, которые начали этот крестовый поход, этот американский крестовый поход по всему миру. Это действительно нивелировало американские ценности, американский имидж во всем мире. И, по сути, американскую безопасность, а это самое главное. Именно тогда, в 2015 году, я сказал, что Соединенным Штатам и миру нужны перемены. И именно тогда я стал советником кандидатов, которые были сторонниками патриотизма, прекращения бесконечных войн и защиты американского суверенитета. Больше не быть полицией мира, кем сегодня пытается быть администрация Байдена. Мы вышли из четырехлетнего мира с Трампом, где у нас не было иностранных войн. У нас была стабильность, у нас был мир между Россией и США. Беларусь и США, по крайней мере, пытались установить нормальные двусторонние отношения. Недавно Дональд Трамп заявил, что если он победит на выборах 2024 года, то сможет урегулировать украинский конфликт примерно за сутки. Он сказал, что я знаю Путина, я знаю Зеленского, и мы можем за 24 часа положить этому конец. Как вы думаете, это правда? Потому что есть ощущение, что это не более чем популизм для привлечения сторонников. Дональд Трамп сказал, я буду смотреть на страны с точки зрения двусторонних отношений. Это касается и Украины, и России. Никаких интриг. И когда он это говорит, я знаю Путина, я знаю Зеленского, я знаю Лукашенко, я знаю Сидимпина, он это реально имеет в виду. Ведь взгляд этих лидеров на мир во многом схож. Национальные интересы, суверенитет, защита своих границ. И если он обещает установить мир в Украине, он знает, что действительно может. Он имеет право такое заявлять хотя бы потому, что он единственный президент США, не развязавший в 21 веке ни одной войны. Тем не менее, в 2016 году, когда он победил на выборах, он много говорил теплых слов о Путине и славянских странах. Но это не помешало ему ввести или пролонгировать санкции против Минска и Москвы. Разве Трампа можно назвать человеком своего слова? Я верю, что для Трампа это были просто подписанные бумажки. В его голове сидела мысль Америка превыше всего. Украина, Россия, это было все для него вторично. Да и из России у нас долгие годы делали главного врага, что ошибочно. И сам Трамп за попытки наладить диалог неоднократно подвергался критике, как русский агент. Но ведь его повестка была какой угодно, но точно не пророссийской. Ему было дело только до Америки. Да, но у Вашингтона есть Пентагон, очень сильное военное лобби. Корпорации, которые в Украине сейчас зарабатывают сотни миллиардов долларов. И мы знаем, почему, когда я снимала фильм про Украину и ее годы независимости после распада СССР, мы смогли проследить корни ее изменений. Как Джо Байден внедрял свой экономический интерес, как захватывались целые отрасли экономики. Доклад Мюллера. Официальный отчет специального прокурора о сговоре или координации России и команды Дональда Трампа. Отчет критиковали за дыры в расследовании. Так в документе говорится, что вмешательство Москвы было незаконным, масштабным и систематическим. Однако прямых доказательств по обвинению не было. Джордж Пападопулос также проходил по делу как один из главных обвиняемых в попытках навести мосты с Россией. Суд округа Колумбия приговорил его к тюремному сроку, общественным работам и штрафу. Мистер Пападопулос, вопрос вам. Доклад Мюллера. Вы одна из причин, по которой он существует. Поэтому спрошу напрямую. Вы марионетка Путина? Я абсолютно не марионетка Путина. Я гражданин Америки, который верил в стабильность отношений между Соединенными Штатами и Россией. На самом деле, это одна из главных причин, по которой я хотел быть советником Дональда Трампа. Потому что я верю, что стабильность и мир между Соединенными Штатами и их бывшими противниками, такими как Китай, Россия и Иран, полезны для Америки. Это хорошо для мира. Так что, если это делает меня марионеткой Путина, то пожалуйста. Но это не так. И, к сожалению, вы упомянули доклад Мюллера. Это был скандальный момент в американской истории. Вас даже посадили в тюрьму на 14 дней, если не ошибаюсь. 11 дней тюрьмы. Многие советники Трампа также были приговорены к тюремным заключениям. Председатель его предвыборного штаба также попал за решетку. Генерал Майкл Флинн тоже оказался в заключении. Это был очень темный момент в американской истории. А все для чего? Для того, чтобы контролировать Трампа и влиять напрямую на его внешнюю политику. Тут были замешаны и производители оружия. Им было сложно с ним. Он бизнесмен. Он умеет зарабатывать деньги, не ведя войн. А им нужно обратное. Он же вас помиловал? Да, Трамп меня помиловал. И еще несколько человек. Но нас до сих пор преследуют. И люди это видят. Доверие к ФБР на рекордно низком уровне. И в верховенство закона американцы больше не верят. Доклад Мюллера и ФБР буквально уничтожили наши законы. И еще одна важная тема 6 января. 6 января 2021 года толпа мирных протестующих выдвинулась на американский Капитолий, чтобы выразить недовольство фальсификации президентских выборов. В это время на совместной сессии Конгресса выборщики должны были утвердить результаты голосования. Полиция жестоко разогнала акцию. При этом погибло несколько мирных жителей. Выборщики утвердили президентом Джо Байдена, а Дональда Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу. Судебное дело длится уже несколько лет. Давайте назовем это марш на Вашингтон 2.0. Было много людей, кого приговорили к тюремным срокам. Участники организации «Гордые парни» получили в том числе и по 22 года. Эшли Бэббит и вовсе застрелили. Насколько я знаю, она была ветераном, служила в Афганистане, Ираке. Полиция округа Коламбия заявила, что если бы ее не застрелили, то она могла бы нанести ущерб здоровью конгрессменов. «Так должно работать правосудие? Или проложим мостик в Беларусь? Протесты 20-го года?» Американские власти заявляют, даже Трамп поддержал это, что в Беларуси ужасающие события, в которые вовлечены мирные протестующие. Но здесь насилия было куда больше, чем в Вашингтоне, а людей у Капитолия Байден назвал внутренними террористами. Где правда? «В обоих случаях мы имеем дело с вмешательством западных игроков, пытающихся склонить людей к определенным действиям, чтобы создать картинку для заказчика. 6 января это хорошо продемонстрировало. Есть огромная толпа сторонников Трампа, они вышли мирно против произвола с подсчетом голосов. А есть агенты ФБР, которые проникали в толпу, чтобы ей управлять. Были там и украинские националисты, на YouTube есть видео, где федеральный агент говорит «врывайтесь Капитолий, врывайтесь Капитолий». И так у нас снова есть игроки, которые используют толпу для создания политического восприятия реальности, которая не существует, им нужно было насилия. Они пытались подставить Трампа? Да, они создавали реальность, которой нет. Сразу все сторонники Трампа, как и в докладе Мюллера, стали преступниками. После окончания его президентского срока было понятно. Из сторонников Трампа нужно сделать медийно маргиналов, лишить его легитимности через уничтожение окружения в глазах американцев. Эти техники известны, их использовала еще Сорос, вот и ФБР использовали. Вы хотите сказать, что ФБР работает близко с демократами? ФБР полностью контролируется демократами, Трампу не нужен, потому что он независимый лидер, он не ложится в их повестку, в повестку элиты глубинного государства. Его называли диктатором, фашистом, просто за любовь к своей стране. Такова правда. Вы сказали, что Трамп лидер со своим мнением. Вы знаете, пять лет назад Трампа и Лукашенко даже сравнивали. Что вы знаете о политике президента Беларуси? Я сужу о лидере по его стране и впечатление о Беларуси у меня отличное. Все, что я знаю о Лукашенко и западных СМИ, это дезинформация. Все, что я осознала после визита в эту страну, это то, что он превосходный лидер. Если вы посмотрите американские СМИ, они называют Путина, Лукашенко, иранское руководство, руководство Китая, всех, кто идет против американской глобальной повестки, диктаторами. Все, кто идет против их взглядов, авторитарные лидеры. Но американский народ начинает уже смотреть на вещи сквозь медиа. Возьмем события 6 января. Люди видят, что пытаются затоптать человека, который хочет дать отпор байденовской коррупции его соратникам и корпорациям. Люди знают, кто и зачем организовал эти события, как топили администрацию Трампа, что делает ФБР. К сожалению, то, что сегодня происходит в Америке, отражается и на остальном мире. Сегодня это наше лицо. Ну а мое мнение Лукашенко такое же, как сказала Симона. Я определяю страну по людям, потому что вижу на месте. И это замечательная страна. Я считаю эту страну патриотичной и будем надеяться, Лукашенко продолжит свое дело. Почему Белый дом так не любит Лукашенко? Он переживает за своих людей и не обращает внимания на западную повестку. Это их очень раздражает и нам нужно больше сильных лидеров, таких как Лукашенко во всем мире. А давайте поговорим о вашем сильном лидере Джо Байдене. Извините, это шутка? Для нас в другой части света он воспринимается как шутка. Он и есть шутка. Он здоровается с воздухом, бегает от пасхального кролика, говорит, что ипотека упала, а она растет. Почему от демократов идет на выборы именно он? Он удобная марионетка для управления, к тому же Байден сильно скомпрометирован коррупцией. И этот шлейф ценится еще со времен его работы в вице-премьером в офисе Обамы. Его связи с Украиной и компанией Бурисма это все известно. И он позволил такой стране как Украине иметь над ним рычаги давления. Это президент, который дискредитировал себя максимально возможным способом. Притом факты полностью игнорируются судебной системой. Это возмутительно, что его сын Хантер настолько погряз в наркотических скандалах. Дело с его ноутбуком чего стоит. И при этом американская судебная система молчит. Неправда. Они делают многое. Они активно преследуют тех, кто пытается разобраться в этих делах. Тот же Рудольф Джуалини, который пытался найти связи Байдена в Украине и компании Бурисма. Его хотели посадить. Мне тоже неоднократно угрожали и подвергали разбирательствам просто за то, что я делаю свою работу. И, конечно, меня называют агентом Кремля. Руководство у страны просто выгодно и удобно игнорировать подобные вещи. Если ты говоришь не то, что хотят услышать в крупнейших СМИ, ты носитель пропаганды. И добавить нечего. Слежу за американскими, за британскими медиа, и у них одна мысль. Байден святой, а Трамп настоящий дьявол. Тексты как под копирку. А есть ли действительно в Америке свобода слова? Потому что когда они атакуют Беларусь, ваши дипломаты говорят, что у нас нет свободы слова и везде агенты КГБ. Люди беспокоятся о свободе слова, о коррупции в федеральных органах. Американские СМИ называют белорусские, российские и другие СМИ пропагандой государства. Это все фейковые новости. По факту в США основные средства массовой информации, не считая Fox News и некоторых консервативных изданий, полностью подчиняются приказам Белого дома и спецслужб. То есть они не независимы? Они не независимы. Они специально клевещут на консерваторов. Они конкретно выполняют приказы демократов, разведывательного сообщества и военных. И они были одним из наиболее важных инструментов демократов для уничтожения сторонников Трампа. Джо Байден, в 2021 году издание Time вышло с обложкой, где был нарисован овальный кабинет в полном беспорядке, везде пожар, мусор, стоит Байден и заголовок «День первый», что означало Байдену придется разбираться со всем безумием, что натворил Трамп. президентский срок Байдена подходит к концу, что в январе 2025 Time должен поместить на обложку. Виновник конфликта Джо Байден и его действия в овальном кабинете. Мы бы не увидели подобного сценария с другими лидерами. Для начала я бы поместил спящего Байдена вокруг него изображение нелегалов, пытающихся прорваться в США через Мексику. На фоне разоренные из-за его экономической программы города. Бездомные, наркотики, преступность, все это уничтожает нашу страну. И третье изображение планета и список войн, начатых нами. Украина, Израиль и Хамас, Китай и Тайвань, а может и Иран. Украина имеет на него компромант, а значит рычаги давления. Он глубоко там погряз, с чего стоит история с генеральным прокурором, которого президент Украины Петр Порошенко уволил по требованию Байдена. И во связи с компанией Бурисма, он очень боится обнародования этих фактов. А теперь он воюет с Россией через Украину, используя свое влияние для втягивания в войну европейских стран. И продает это посолцам борьбы за украинскую независимость. Это он борется за высокий уровень коррупции нацистов? Белорусские, российские и китайские СМИ много говорят о создании многополярного мира, противовес американоцентричного. Но готовы ли США отдать часть инструментов управления миром? Важная проблема падения Американской империи и зарождения многополярного мира это санкции. Страны глобального юга увидели, что такое санкции и как американцы благодаря доллару как резервной мировой валюте могут давить. У Китая, Бразилии, Саудовской Аравии тоже есть сбережения в долларах по всему миру. А что, если их завтра арестуют? Это дестабилизирует их экономику. Посмотрев на действия США против России, они сразу же подумали. Подождите, они ведь могут сделать так и с нами. Отсюда и идет БРИКС и другие объединения. Они торгуют теперь своей валютой, а не долларом. И наши люди не понимают, что будет. вы как граждане Америки согласны с тем, что США теряют влияние? Я как итальянка по происхождению вижу, что санкции контрпродуктивные и ударили по той же Италии. Россия была основным торговым партнером. Как и Германия. Кажется, страны ЕС начали осознавать, что санкции хитрая вещь. Несколько дней назад Вашингтон вывел из-под санкций российские калийные удобрения, ведя этот товар в список товаров первой необходимости. Мы сами же уничтожаем свою экономику, потому что забываем, что мир гораздо больше, чем просто западные страны. Медиа США пытались очень долго отменить Трампа. Говорили, что он мошенник и у него нет столько денег. Но он выиграл предварительные выборы в штате Айова. На очереди Ньюгемпшир. Он действительно кандидат номер один от республиканцев. В 2016 году его пытались остановить федералы, политики. сегодня демократы действуют через судебную систему. Против него выдвигают обвинения буквально на всех уровнях. Раньше никогда против бывшего главы государства не выдвигали таких смешных обвинений. Трамп лошадь, которая победит в этой гонке. Вы поставили бы на него свои деньги? Результаты не соврут. Результаты не соврут. Разве демократы не могут снова сказать, что Трамп в сговоре с русскими и заявить, что выборы недействительны? и это все рука Кремля. Они уже об этом говорят. Россия, Россия, Россия. Для них это мантра, они словно одержимы. А утром просыпаются со словами Россия. Мне даже говорят, что у меня итальянки расистский акцент. У них Россия везде. Но ведь они и вправду могут сфальсифицировать выборы. У нас не нужны паспорта для голосования. Можно вообще из дома проголосовать. Мы одна из немногих стран в мире с такой системой и он доменять. У президента Лукашенко в июне прошлого года попросили оценить предстоящие выборы в США. Он сказал, американские выборы это кошмарное шоу. Вы согласны? На тысячу процентов. Это еще и проблема избирательной системы. Если у тебя демократический штат Нью-Йорк или Нойс, то ты точно не заинтересован в приходе республиканцев. Поэтому их голоса ты будешь буквально выкидывать на улицу. Это невероятно странная избирательная система, как говорил Путин. И никакого права на закон, никакой справедливости. Только представьте, Америка бомбит страны ради насаждения демократии, но не может подчинить собственную демократию. Белорусская внешняя политика как большой плюшевый мишка. Мы предлагаем дружбу, диалог. Восемь лет мы пытались привести Украину к миру, но это не сработало. Почему это не сработало и почему мир не нужен? Мир никому не нужен, потому что это невыгодно. Когда тебе он и не нужен, ты будешь саботировать любые переговоры. Украина решила идти ва-банк. Она сказала «Мы с НАТО». Нам нужно ваше оружие. А ее превратили в полигон. Что американцы могли бы подсмотреть у белорусов? Чему научиться? Американцы должны научиться у вас любви к родине и своим соотечественникам. с удовольствием поможем, если захотите. Здоровое ментально общество ведет к здоровой внутренней и внешней политике. И это у вас есть и в людях и у вашего лидера. «Если бы каждая страна взяла на вооружение белорусские принципы, мир был бы куда безопаснее». Спасибо вам за интересную беседу. Интересная conversа. Спасибо за мать .